Отыскать на карте «Сириус» нетрудно. Это самая яркая звезда ночного неба. Попасть в его орбиту куда сложнее. По некоторым направлениям конкурс «Сочинский образовательный центр» достигает 50 человек на место. Те, кому удается, считают, что поймали птицу счастья. «Сириус» — это такая живая среда, где можно на лестнице библиотеки встретить Нобелевского лауреата и задать ему свой личный вопрос. И, поверьте, это будет нормально. С сентября 2015 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи побывали около 30 тысяч талантливых школьников со всей России. Причем три четверти детей из регионов. Ребята из Кировской области участвуют почти в каждой программе. Перед этим они проходят конкурсный отбор. Четырехзвездочная гостиница на берегу Черного моря. Корпус бывшего медиа-центра Сочинской зимней олимпиады. Сейчас он забит современными лабораториями и учебными классами. Юные химики, спортсмены, художники, танцоры, музыканты учатся у лучших тренеров и профессоров страны. У скрипачки из Кирова Кати Слободиной, например, музыкальные занятия ведет профессор Московской консерватории Владислав Игалинский. Другой кировчанин Артемий Летунов осваивает химическую науку под руководством профессоров МГУ. Путевку в Сириус он получил за то, что выполнил десятки сложных отборочных заданий и провел необычный эксперимент по замораживанию мыльных пузырей. Вообще, эта образовательная программа нацелена на 10 классы, а сами есть 9. И каких-то основ по химии я еще не получил. Но, надеюсь, я разберусь и мне это, думаю, пригодится. Буду самым крутым химиком, биологом в нашем физико-математическом лицее. Принцип Сириуса – дать возможность ребенку прокачаться в особой развивающей среде в течение трех недель. Но не просто найти и обогреть талант, а вернуть его на родину и помочь расти дальше. У преподавателя скрипки Елены Бутолиной несколько учеников прошли образовательную программу Сириуса. Профессиональный уровень изменился. Стали играть более технически, виртуозно. Стали более уверенные в себе. В Сириусе ребята постигают азы будущей профессии, но не только. По вечерам спортсмены, ученые и музыканты перемешиваются и учатся уже друг у друга. Говорят, что Сириус – это братство, у которого есть свой кодекс. Встретив в чем-то похожих на себя ребят, дети получают очень сильный заряд, чтобы творить дальше. Я приехала первый раз и, честно говоря, до последнего не верила, что мне выпал такой шанс. Я все думала, что это какая-то иллюзия и что-то отменится. Но вот я здесь и это просто замечательно. Я нигде такого не видел, что вот приехал ты в Сириус, у тебя все есть, иди учись. И каждый день у меня были занятия. И каждый день нужно было приносить результаты. Это давало мне стимул к тому, чтобы развиваться. В планах правительства России к 2021 году создать центры по типу Сириуса во всех регионах. В Кировской области это тоже обсуждается. Они будут поддерживать выпускников сочинского центра и давать надежду новым талантам. Ну а теперь 볼 так. Я забыл так. Спасибо. Спасибо, что субтитры в Кировской области. Спасибо.